с вами николай пименко в проекте даты сегодня 10 ноября международный день бухгалтерии или просто день бухгалтера в 1494 году венеции была опубликована книга луки пчелли все об арифметики геометрии пропорции в которой автор попытался суммировать знания математики того времени одна из глав книги называлась о счетах и других записях и содержала подробное изложение бухгалтерского дела той венеции это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии труд который послужил основой создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии ну а само же слово ввел в оборот римский император максимилиан 1 еще в 1498 году в переводе с немецкого означает человек который держит книгу в россии день бухгалтера отмечается 21 ноября сегодня также день сотрудника органов внутренних дел российской федерации история этого праздника берет свое начало с 1715 года именно тогда петр первый создает в россии службу охраны общественного порядка и называет ее полиции что в переводе с греческого означает управление государством в 1917 году 10 ноября сразу после революции создается рабочая милиция сотрудники органов внутренних дел свой профессиональный праздник отмечает с 1962 года именно тогда был издан указ о введении государственного праздника дня милиции ну а после вступления в силу нового закона о полиции 1 марта 2011 года название праздника устарела и превратилась в день сотрудника органов внутренних дел российской федерации то есть день полиции не прижилось но очень часто до сих пор 10 ноября называют просто день милиции у родившихся в этот день в 1483 году появляется на свет мартин лютер основоположник лютеранство вождь реформации в германии 1759 год в этот мир приходит иоганн фридрих фон шиллер немецкий поэт и драматург разбойники мария стюарт орлянская дева вот грохоча по кручим горным потоки ливня провелись деревья вырывая с корнем из скалы скатывая вниз и страхом сладостным объятый внимает путник шуму вот он слышит громкие раскаты но где исток их не поймет так льются волны песнопения но тайны скрыто их рождение 1902 год раздгарин актер и режиссер театра и кино сценарист народный артист ссср приходит в этот мир а в 1919 году рождается михаил калашников конструктор стрелкового оружия генерал-лейтенант доктор технических наук дважды герой соцтруда лауреат ленинской государственной премии но и главное создатель всемирно известного автомата а к и акм ручного пулемета рпк других образцов стрелкового оружия забавно что впервые это оружие широкому зрителю показали в 1955 году в общем-то в мирной комедии правда про то как герой идет в армию максим перепелица но и главное что никогда не забывал повторять михаил тимофеевич убивает не автомат убивает человек 1928 год рождается они у мариконе итальянский композитор аранжировщик дирижер а в 1951 году виктор сухоруков он работал театрах а сниматься в кино начал довольно поздно в 40 лет в 1992 году фильме комедия старого режима сухоруков потрясающе сыграл роль заключенного зуева который изображал на зоне владимира ленина но настоящая слава пришла к актеру после фильмов брат и брат 2 1963 год рождается михаил ефремов советский российский актер театра и кино театральный режиссер телеведущий события этого дня 1768 год оглашение приговора по делу дарьи салтыковой или просто салтычихи это помещица известная своим жестоким нравом зверски замучившая около 140 крепостных на протяжении семи лет ее преступления оставались безнаказанными и лишь после жалобы которую нескольким беглым крестьянам удалось передать каким-то чудом императрица екатерине второй начинается долгое расследование была отправлена в ивановский женский монастырь здесь она в течение 11 лет практически в полной темноте и без прогулок отбывала наказание а затем была переведена в каменную пристройку возле храма с маленьким окошком в сумме дарья салтыкова провела в монастыре 33 года где и умерла 27 ноября 1801 года 1885 год немецкие инженеры даймлер и майбах устанавливают разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед который совершает в этот день свою первую поездку так появляется первый мотоцикл через год на дорогу выйдет первый четырехколесный экипаж прототип современного автомобиля 1910 год в 5 часов утра из своего дома в ясной поляне уходит 82-летний лев толстой на его столе остается письмо для софьи андреевны отъезд мой огорчит тебя сожалею об этом но пойми и поверь что я не мог поступить иначе положение мое в доме стало невыносимым кроме всего дурного я не могу более жить тех условиях роскоши в которых я жил и делаю то что обыкновенно делают старики уходят из мирской жизни чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни 1974 год премьера телевизионного многосерийного целых 10 серий художественного фильма рожденная революции у него есть и другое название комиссар милиции рассказывает снятого режиссером григорием коханом про ману алексея нагорного гелия рябова повесть об уголовном розыске съемки проходили на киевской киностудии имени довженко фильме снимали сергей не жариков наталья гвоздикова и многие другие популярные актеры того времени 1982 год 10 ноября умирает леонид ильич брежнев советский государственный партийный деятель который занимал высшие руководящие должности в ссср течение 18 лет участник великой отечественной войны участник парада победы на красной площади люди советского союза по косвенным признакам догадываются что в стране 10 ноября вечером произошло совершенно что-то из ряда выходящие дело в том что был отменен традиционный праздничный концерт посвященный дню милиции который так все любили а трансляцию заменили телепрограмме показом художественного фильма человек с ружьем кроме того целый день по радио телевидению звучали минорные мелодии а москвичи бывавшие в этот день столице возле кремля заметили необычное скопление черных правительственных машин народе поползли слухи о наиболее вероятной причине происходящего умер генеральный секретарь но об этом страна узнает только 11 ноября но еще в одном событии в 1968 году в ссср стартовал беспилотный космический корабль зонт 6 облетел луну на расстоянии двух с половиной тысяч километров он сделал панорамные снимки видимы и главное обратно ее стороны и совершил первое в истории космонавтики возвращение на землю однако не все было так гладко как писали в те дни при прохождении атмосферы раз герметизировался парашютный контейнер и когда на высоте 7 километров он все же раскрылся произошел его преждевременный отстрел спускаемый аппарат разбился о землю из искореженного аппарата удалось извлечь фотопленки и черепах которые совершили полет на корабле и перенесли удар и конечно же выжили а ровно через два года советский союз запустил научную космическую станцию луна-17 через неделю доставившую на спутник земли лунноход один первое самоходное устройство которое работало от солнечных батарей и управлялась земли она путешествовала ползая по лунной поверхности 11 месяцев а я все про черепах думаю с вами был николай певненко в проекте дата